Всем привет, друзья, с вами Куржик, это уже 8 серия прокачки аккаунта с нуля, с целью максимально быстро прокачать ПВА, рассказать о том, как бы я бы делал бы, если бы начал бы аккаунт бы, и хотел бы максимально быстро, повторюсь, открыть ПВА. Надеюсь, понятно. Значит, смотрите, друзья, в прошлой серии мы докачались до 80% уже, и я решил, что, наверное, все-таки пора уже купить какие-нибудь карповые сборки, потому что мне реально уже надоело. Надоело ловить этого ерша, леща и окуня. Я уже купил три катушки, я вам их покажу, я их сдал в мастерскую для того, чтобы апнуть, и это все расскажу вам, покажу. Но, как я и говорил раньше, нам нужно прокачать прикорм до 85%, для чего? Чтобы мы могли использовать персик, это где-то примерно вот здесь вот находится. По своей таблице, которую вы тоже можете найти в закрепленном комментарии, я посмотрел, что мне нужно купить кориандр и ежевичный джем, для того, чтобы прокачать сегодня этот прикорм. Это до 85%, извините, звук меня реально подбешивает. Сейчас я это все поправлю, изменил звук, и смотрите, мне нужно кориандр купить, 50 штук. Это по таблице, я только что посмотрел, не буду показывать, уже сами посмотрите, если заходите. Кориандр 50 штук, я покупаю, так, кориандр, и покупаю ежевичный джем, ежевичный джем, тоже соточку, ежевичный джем 100, он мне не открытый, но он откроется потом, когда я уже выкачаю кориандр. Покупаю, да. И мне нужно будет, получается, на все про все, чтобы это прокачать, мне нужно будет 150 комбикорма. Комбикорм я сейчас куплю на вьюнке, значит, смотрите, друзья, сейчас у меня активируется счастливый час. Чтобы не просто стоять и подержать прикорм, тратить время впустую, я сейчас отправлюсь на вьюнок, половлю леща. Тем самым, пока я буду ловить леща, я буду нажимать N прикорм, обыкновенная смесь, сюда комбикорм, сюда кориандр, где он, вот он, и просто изготовить, 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 изготовить. Мы выкачаем с вами персик, я сейчас собью счастливый час на леще ночью, и вторую ночь, может быть, на ерше, потому что я точно знаю, что там клев есть. Потому что идти сейчас, счастливый час сбрасывать на карпах, которых я реально, ну, как бы, я знаю, что он клюет, но вдруг что-то не повезет, я просто потеряю счастливый час впустую. Но лещ и ерше, я уверен в этом. Я вам сразу всегда говорил, что счастливый час нужно скидывать там, сбрасывать, где вы 100% уверены, что там есть клев. А потом мы уже вернемся к снастям, поэтому просто сейчас время уже поджимает, 6 часов вечера, я отправляюсь на вьюнок. Еще при вас куплю этот комбикорм, чтобы, ну, потом не говорили, что я где-то там своровал, например. Это комбикорм, раз, два, давайте три штуки возьмем, во всякий случай. Вот, и отправляемся на точку на 100, 102, 112, она находится где-то вот здесь вот, вот. Отловлюся ровно ночь, потом, следующую ночь, поеду на комарина, там на ерше отловлюся. Сейчас покажу. Ну, значит, вот, 102, 112 находится вот здесь вот, сборка опять стандартная, как и на комарином. Творог и прикорм на чесноке сто раз уже показывал, но покажу еще раз, если вдруг вы не смотрели прошлые серии. Клипса здесь 10 метров. Отловлюся, посмотрим, что будет. И пока я повторюсь, я еще буду ловить, я буду делать потихонечку вот этот вот прикорм. Только я выкачу 80%, я ставлю ежевичный джем и качаюсь дальше. Надеюсь, понятно. Все, я продолжаю. Итак, друзья, все, ночь я простоял, но мои опасения подтвердились. Мой кретинизм прогрессирует. В каком смысле, друзья? В том, что даже я своими таблицами пользоваться не умею. Я вам что говорил, что с 70 до 80%, а потом с 80 до 85%, то есть у меня будут 2 ступеньки, 2 аромки я купил. Но оказывается, что ступенька у нас от 70 до 75% на кориандре, а от 75 до 80% на ежевичном джеме. Но мне это нужно 85. Я забыл, что у меня, я не увидел, что мне тут 3 ступеньки нужно пройти еще. Мне нужно скупить еще сливу. 50 штук купим, это, комбикорма мне хватает, у меня все хорошо вроде. Где тут комбикорма? Да, и комбикорма тоже под него хватит. И мы уже, получается, вот я простоял 31 минуту, полчаса, счастливого часа я простоял. Следующие полчаса я докачаю прикорм и все, отправимся на Волхов покупать, докупать вернее с Настей. Что у меня вышло за ночь? 183 монеты, ни хрена себе. Леща в принципе-то мало было, сколько тут? 34 хвоста всего. Потому что здесь цена хорошая. Повторюсь, цена на рыбу постоянно меняется. Все, я туда продаю здесь. Нет, если продавать не буду, на Волхове продам. Еду на комарина, жду ночь и там долавливаю ерша и добиваю счастливый час. Миллиард раз уже показывал. 87, 87, червь навозный, крючок 24, клипса 7. Ерш вонючий, зеленый, как он меня уже задолбал. Ловим ерша и докачиваемся. Друзья, теперь нажимаем прикорм, нажимаем обыкновенной смесь, добавляем комбикорм, мать его за ногу и добавляем теперь сливу. Таблицу вы увидели, вы найдете ее в закрепленных комментариях. Там все три таблицы про прокачки навыков вы найдете. Нажимаем изготовить, добиваем 85% и мы сможем делать прикорм на персике. Все, встретимся с вами уже утречком. Так, ну что, друзья, вот есть 85%. Буквально, прикиньте, не хватило сливы одной. Я вот там вот если видно, а, ну вот, я сейчас нажму окей. Укроп добавил какой-то и качнул. Буквально одна единичка не хватило. Так что табличка реально работает прям четенько, все хорошо. Утро ждем. Так, ну что, вот я уже на Волхов переехал, половил я любимого своего ершика. И давайте посмотрим, сколько же я заработал на ершах, например. 123 монеты за одну ночь. На лещах. 211 монет. В итоге, конечно, две ночи у меня вышли, ну вернее, один час, поделенный пополам, вышло 335 монет. Лещ, ерш, днем окунь, это ваш фарм для новичков. Надеюсь, понятно, продаем его, я в кафешке уже глянул, там ни хрена нету. Поэтому продаем и, друзья, наконец-то мы будем с вами сейчас собирать карповые сборки. Ну что, друзья, еще раз хочу повторить, что это не руководство к пользованию или к пользователю, не знаю как правильно. Не нужно делать так, как я все делаю, потому что это шоу, это как бы поржать, это как бы челлендж. Это именно челлендж. И я любыми способами пробую максимально быстро выкачать донку. Но так, друзья, это не игра, это просто как будто бы задание какое-то. Просто посмотреть, именно понять принцип мысли моих, если бы я прокачивал бы донку. В чем проблема, когда у вас донка останавливается? В чем может быть проблема? Надеюсь, понятно. Итак, друзья, внимание, к вашему я представляю карповые сборки, которые я буду использовать. Вообще считается, как бы, ну ладно, давайте пойдем катушки заберем с мастерской. Почему они уже в мастерской? Потому что я их уже апнул. Что за катушки? Ту-ду-ун. Конечно же, это адриатики, больше мне денег ни на что не хватило. Вообще считай, ну ладно, сейчас я в магазин пойду, расскажу вам. Почему они у меня в мастерской? Потому что, когда их покупаешь, у них фрикцион 7,5. Я их уже апнул до 9 килограмм. Как это делается? Вы отдаете катушку в мастерскую, и тут фрикционный тормоз, и есть выбрать аналог. Когда мы выбираем аналог на 9 килограмм, он стоит 80 монет. То есть, я уже потратил деньги на катушки и на фрикцион. То есть, я уже поменял его. Можно было, конечно, сначала изнасиловать, износить этот фрикцион, потом уже поставить новый. Но я решил уже начать именно хотя бы с 9 килограмм фрикционно ловить карпов. Что у нас по цене вообще они были? Вот они, безнарционные катушки, катушки безнарционные, адриатика 5000. Вот, отдал их получается 500, ну сколько тут, по 450 монет за 3 штуки. И плюс ап 89 монет, ну примерно посчитайте сами, если что. Сколько это на все про все вышло? Что мы будем покупать дальше? Сначала я хочу потратить деньги на спот, который я давно-давно мечтал. Катушки, вернее удилища сподовые. Какое мы выберем? Я лично на своем аккаунте до сих пор хожу с вот этим самым дешевым сподом. И мне его хватает с головой. Поэтому я не вижу причин покупать дороже какие-нибудь. Я куплю самый дешевый. Мне плевать реально. Покупаем его. Теперь, чтобы пользоваться сподом, нам нужна ракета прикормочная. Оснастка. Находим прикормочные ракеты и покупаем вот такую. Я куплю сразу на 10 порций. Она... Да блин. Мне нужна только одна единственная. На 10 порций. Покупаем ее. Нам еще нужна будет катушка и леска. Но если что, мы просто можем пойти в администрацию взять халявную. И катушку, и... Ну у нас парк в принципе есть. Если останутся какие-то деньги, возможно купим какую-нибудь катушку дополнительно. Итак, друзья. У нас осталось 2000 рублей. Теперь самое главное, это конечно купить удилище. Я буду покупать карповое. Чтобы у нас были как бы разные удилища. То я ловлю на карповое, потом я ловлю на обычный фидер. Вообще в идеале, конечно, было бы купить еще и пикер вместо фидера. Но это будет в будущем. Пикер самый дешевый, например, стоит 268 монет. Для того, чтобы ершика и лещика ловить было бы идеально на самом деле. Но это мы уже купим немножечко позже. Поймите, чтобы ловить постоянно на разные оснастки, на разные палки, виды, вернее, разную рыбу. Мысль, думаю, уяснили. Конечно же мы купим карповое, самое дешевое. Честно, не знаю, какое тут по прочности они одинаковые. Не знаю даже. Длина 3,9. Здесь 3,4. Да мне, в принципе, далеко кидать не нужно. Я куплю самые дешевые 3 штуки. Раз, два, три. А, денег нету. Ё-моё. А как я так лоханулся? А как я так лоханулся, друзья? Денег нету. Ха-ха. Что делать? Идти фармить, что ли? Сейчас нужно подумать, друзья. Нужно подумать. Короче, друзья, я же говорю, мои опасения подтвердились. Мой кретинизм развивается просто в прогрессии. Я почему-то считал, что мне должно хватить денег. Что-то где-то я лоханулся, друзья. Мне не хватает на одну палку. Вот они мои 2 карповика. И мне нужно будет купить еще 3 шнура и 3 поводка сделать новых. Я не знаю, о чем я думал, честно. Ну, все буду показывать, как оно есть. Вы поняли, даже вот на 22 уровне, сколько я фармил, 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 фармил. Даже на самые слабые сборки мне не хватило. Мне не хватило денег. Я посчитал, мне сейчас нужно около 400 монет еще дополнительно. Я не буду это показывать, чтобы... Ну, просто я уже обещал, что у нас будут карповые сборки. Для вас 1 секунда. Для меня часа, наверное, 3 еще фарма будет. Когда я нафармлю эти несчастные 500 монет еще дополнительно, чтобы у нас было 1100. Я вернусь, а поэтому я побежал. Ну, простите, друзья, я лоханулся. Фух, божечки-кошечки, вернулся я с заработков, короче. Значит, смотрите, отчет маленький делаю. Значит, ловил я 3,5 часа, но я делал по полчаса 2 раза перерыв. То есть, сейчас будет заработать за 2,5 часа. Пошел сначала на вьюнок, половил леща. Потом на комарины окуня. Потом сразу же ночью ерша. Потом я делаю перерыв. Я ловлю леща, получается. На комарины также. Все коры, которые я ловлю, у нас в Телеграме есть. Так что, если что, подписывайтесь в чатик, особенно переходите через канал именно. Потом я делаю еще один перерыв и иду на вьюнок. То есть, это за 2,5 часа. Давайте посмотрим, что получилось. Мне самому интересно. Ого! Нормально. А ну-ка, а ну-ка, сейчас калькулятор включу. 924 монеты поделить на 2,5. Или это не так делается? Ну да, правильно. По 360 монет за час у меня вышло. Ну понятно, что-то с хитростью, как бы с перезаходами, с перерывами разными. Ну а что? Все равно хорошо получилось. Даже больше, чем я хотел. Выбираем нахрен, продаем это все. И наконец-то, все-таки, я думаю, мы купим, наконец-то, наши карповые сборки. Вернее, соберем их уже. И поводки сделаем. И все, купим, короче. Сколько мне денег? О, полторушек. Полторундель нахрен. Все. Добиваем, друзья. Итак, продолжаем. Удилища. Карповые. Самые дешевые. Вот, на 2 штуки есть. Третья. Докупаем. 800 монет остается. Теперь следующее, что нам нужно. У нас удилище 20 килограмм прочности. Катушка наша прочности в 14 килограмм. То есть, я думаю, можно примерно где-то в том диапазоне взять плеченый шнур. Я возьму один из самых дешевых, потому что денег нет. Я возьму килограмм на... На 19 возьму. Это с учетом износа, как бы, это будет чисто переходные полностью снасти. Поэтому... Хотя, в принципе, палка 20 килограмм. Там даже и калибр можно нацепить. Но там, если что, шнур поменяем. В принципе, можно взять вот такую вот сразу. Сколько мы тут потеряем? Три монеты всего. Я, наверное, все-таки вот это возьму. Раз, два, три. Фух. И деньги еще остаются. Следующее, друзья. Оснастка лидкоры. Обязательно. Конечно, взять нужно самый дорогой. Вот я прям хочу его взять, самый дорогой. Я тоже возьму сразу килограмм на 20, наверное. Да. Он изнашивается, в принципе, не так уж сильно. Если у нас калибр когда-нибудь в этой жизни, то... Подойдет. Потому что тут цена вообще колеблется буквально в копеечку. Можно даже, в принципе, вот такого взять. Да, раз, два, три. Вот. Самый дорогой под глину мы взяли. 22 килограмма. Теперь, чтобы наши снасти не сломались, а в случае клина моего, которым я буду заниматься, сейчас вам это все расскажу. Нам нужно нормальные поводки собрать. Опять заходим в оснастку. Заходим в поводковые материалы. Выбираем этот, как его, шнур под глину и выбираем на 13,6 килограмм. Это важно. Одну штуку покупаем, нам хватит. И теперь в оснастку опять. Фурнитура. Что по фурнитуре? Вот такая, в принципе, есть. У нас какая у нас прочная здесь? Это маленькая, нам не подойдет. Здесь слишком большая. Здесь слишком большая. То есть нам придется покупать именно такую фурнитуру. Тоже на 13,6 килограмм. Смотрите, покупаю раз. Тут 5 штук. Нам хватит. Сразу делаем поводки. Н поводки. Фидерные. Я возьму на сантиметров 50. Разделаю. Да. И выбираю 36 килограмм наш этот поводковый материал. Выбираю. И фурнитура, которая вот. Делаем 3 штуки. Раз. Два. И три. Так, крючки у меня есть. Поводок, фурнитура, шнур, катушка, палка есть. Все. Давайте попробуем собрать, все ли у нас есть. Выбираем хотя бы один карповик. Добавляем этот быстрый слот. Выбираем его. О, какой красивый. Прям как фортуна карп почти. Выбираем катушку нашу. Адриатику уже апнутую. Наш шнур на 25 килограмм. Сигнализатор поклевки. Блин, снимать нужно. Сейчас, подождите, пока без сигнализатора поклевки обойдемся. А, грузило еще нужны. Блин, ну, грузило, ну, придется докупать все равно. Потому что если у нас будут пикерные снасти, ну, потом, потом докупим уже под пикеры наши. Теперь выбираем эту оснастку. Получается классический поп-ап сразу, чтобы он был. Вот. Выбираем лидкор наш на 22 килограмма. Выбираем наш поводок на 13 килограмм. Выбираем карповый крючок, который нужно снимать, короче, оттуда. Господи, блин, или докупать все, короче. Ну, блин, снимать впадлу, это, ладно, с одной снимем. Я потом объясню, что будет, что в какими дальше планах, что дальше в планах будет. Большой один выбираем. Теперь выбираем, походу, по-моему, там вот такая вот монтаж будет, да. Пока без сигнализатора. Хотя давайте снимем, но все-таки, что прям уже все было хорошо, идеально. Хотя бубенчики эти вонючие, блин. Надо их поменять. Все. У нас палка собрана. Все. Видите, телепалец с грузиком, все хорошо. Есть у нас карповая оснастка. Теперь сколько у меня денег? 443 монеты. Теперь давайте сделаем прикорм под персик. Хотя я сейчас это делать не буду, потому что будет завтра день. Значит, смотрите, друзья. У меня на часах пол восьмого вечера уже. Так получилось, что я весь день опять профукал. Карпа в свой реальный день я ловить не буду. Я буду ловить его уже завтра в свой реальный день. Для вас это будет буквально через минуту. Ну, там примерно. Вот. Но опять начну счастливый час я, счастливый час, с леща или с ерша или окуня. Потому что там большое количество хвостов выходит. Если я пойду на карпов, то это будет невыгодно, потому что там будет небольшое количество хвостов. И очень много опыта будет насыпать лишнего. Поэтому ерш, 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 ерш. Или окунь, окунь, ерш. Вот так, как-нибудь, если вы сейчас я сброшу, но я просто маленький отчет вам сделаю. Уже я это показывать не буду. И потом мы уже с вами сделаем персик. Потому что все может, в один день может все поменяться. Будем уже завтра это все делать. Еще докуплю для своего комфорта вот такие вот сигнализаторы. три штуки и на карповик их поставлю. Раз, два, три. Вот, все, хорош корж, остановись. Это слишком дорого, блин. Сто монет у меня улетело. Еще бы я хотел бы, конечно, крючки докупить, чтобы их потом не менять. Потому что я буду на леща ловить. Но нужно сейчас немножко быть аккуратным. Потому что опять денег нету. Завтра мы пойдем уже на карповик. Ну, в нашей серии, в моем завтра. Вот, друзья, наконец у нас есть три карпа в сборке. Потом, да, собираю уже и остальные. И пойдем с вами. Поэтому, смотрите, теперь что по поводу сборки. У нас есть прочность 20 килограмм, 22, 25. Типа какая-то херня, да, непонятная. Самая слабая у нас будет здесь поводок. Почему он самый слабый? Потому что у нас еще есть адриатика. У нее механизм 14 килограмм. Я же на этой адриатики буду иногда подклинивать. Друзья, смотрите, послушайте меня внимательно. Это не руководство, как я и говорил в начале серии. Я показываю лишь то, что как я выполняю этот челлендж. Я в этой игре 2 года. Я не хвалюсь, я просто говорю по факту. Я знаю, что такое клин. И даже если у меня фрикцион 9 килограмм, но механизм 14, я буду клинить, друзья. На реакции я буду клинить. Но я тоже человек. И в случае чего, если у меня будет поводок прочнее, чем мой механизм, то сломается катушка. Ремонт катушки тоже там монет 500, наверное, будет стоить. Я бы не хотел бы тратить денег просто так. Поэтому я все-таки все равно человек и ограничиваю, как бы, ну, страхуюся именно поводком. Он максимально близко подходит к механизму. И в случае чего у нас просто порвется поводок, мы потеряем крючок. И все, все остальное у нас будет целое. Поэтому, друзья, внимательно следите за своими сборками. Вот это вот важно. Делайте так, чтобы ваш поводок был самым слабым. Узнавайте, сколько механизмов на вашей катушке. Если сайт потрясся, вы там все спокойно можно найти. Механизмы катушек, если вы клините. Если не клините, то просто играть от фрикциона получается. Все равно просмотрите все свои, ну, палку просмотрите. И сделайте так, чтобы поводок был самым слабым звеном. Если вы играете без поводка, как я леща ловлю. Делайте так, чтобы ваша леска была самая слабая, а все остальное было прочнее. И механизм катушки, и палка, если вы играете без поводка. Надеюсь, понятно. Поэтому, вот почему я выбрал эту катушку. Эту катушку, эту катушку я уже знаю полтора года. И я знаю, как ей пользоваться. Я знаю, как ее подклинивать. Я знаю, на что она способна. Я знаю ее износостойкость. Поэтому, я купил именно ее. Вообще, самый минимум, если вы смотрите мой сериал, смотрите мой канал. Самый минимум считается для карпа на медвежке. Ну, чуть-чуть даже на янтарке. Это титан. Вот он. С фрикционом 12,7. Но стоит она 1800. У меня же адриатика вышла в 600 монет. Тут получается одна катушка, и я купил 3 адриатики. Надеюсь, понятно. Да, она слабее в разы. Ну, не как в разы, во сколько. Получается где-то на процентов 30, наверное, да? 30 процентов, а 12 это 4 килограмма. Ну, чуть-чуть меньше, чем 30 процентов. Но вообще, желательно титан, потому что здесь шпуля громадная. Тут много влазит шнура. Сколько у меня влезло шнура, интересно, шнура, блин. 200 метров всего. Вообще, конечно, желательно нужно было. Подождите, можете, в принципе, я же не забрасывал еще. Я же могу шнуры вернуть, правильно? Если я не ошибаюсь. Хотя, подождите. Я же на янтарке не буду рыбачить. Мне 200 метров на медвежке вполне хватит. А ну-ка, давайте глянем. Подождите. У нас получается, смотрите, плетеный шнур я взял на 25 килограмм. Это слишком много. 0,38, 0,33. Я, наверное, все-таки возьму вот этот шнур. Раз, два, три. А этот верну. Можно, если вы не забрасывали снасть, можно вернуть шнур. Вот я его верну. Для чего? Сейчас объясню. Ну, я понимаю, что вы уже поняли, наверное. Опять вставляем наш шнур. Вот, теперь уже 225 метров. Чуть-чуть, но все-таки больше. На Адриатике мы будем ловить. Вот, да. Вот это будет, думаю, идеальная сборка. Потому что шнур немного толстоватый был. Немного мало-мало его влазило. Вот. Я буду чисто на опыте ловить. Не надо так делать. Если вы идете на Адриатике, ну, хотя бы делайте, ну, такой вот этот поводок. Чтобы в случае чего у вас ничего не поломалось. Вообще, Адриатика крутая катушка, если у вас аккаунт нормальный. Вы и спиннингист, и доночник. Вы на коре ходите. Вы ловите щуку. А Адриатика, ну, смотрите, друзья, 500 монет катушка стоит. 100 монет стоит апгрейд. Это я округлил. 600 монет стоит катушка охеренная. Износостойкая. Потом уже по ремонту глянем, сколько там будет стоить фрикцион. Не знаю, копейки на какие-то. Для коре это идеальная катушка, чтобы троллить. Прям вот, прям вот, прям идеальная. Она универсальна. Вы ее покупаете, ловите леща, ловите на коре. И иногда можете пойти на медвежку. Но я же на медвежку буду ходить нон-стоп. Ну, как нон-стоп. На карпа, на леща, на ерша. Я буду дальше показывать свою, ну, как я буду дальше качать донку. Все, надеюсь, объясню. Потом, надеюсь, вы меня поняли. Потом уже завтра до конца-то собираем этот монтаж. Прикорм сделаем. Вот, а поэтому в мой реальный день я сегодня ухожу. Через секунду я с вами встречусь и пойду счастливый час отыграю. И пойдем на карпа. Поэтому все, 2 секунды для вас, для меня целые сутки. Так, ну что, друзья. 83% у меня донки. 1 счастливый час я сбрасываю на мелкой рыбе. Повторюсь, я знаю, что здесь по-любому клев есть. Я бы мог сразу пойти на карпа. Но я боюсь. Я не знаю, что там будет. Я уверен в этой точке. И здесь я должен наловить много рыбы, чтобы немножко подкачать доночную ловлю. Поэтому отлавливаю час и идем на карпа с вами. Итак, друзья. Все, часики откатал. Значит, я в кафешке сдал на 45 монет в этом... Ну, в кафешке, на комарином вернее. И вот ровно за 1 час я просто пополовил ерша и половил, получается, окунь. Все, больше я ничего не делал. Вышло 164 монеты, ну, плюс кафешка, 200 монет у меня вышло. В принципе, нормально. С комарином 10 монет за час. Это хорошо. Все, друзья. Теперь самое-самое-самое крутое, что у нас теперь осталось. И теперь это нужно закупиться персиком и валить на медвежку. Пробовать впервые ловить наши карповые снасти, которые меньше, чем минимально допустимые вообще. Значит, смотрите, друзья. Будет у нас персик. Это бойл плавающий, господи. Давайте персик забьем, слово перс вот так вот-вот. Вот. Это попа бойл. Куплю и 15-й. Никаких, никаких 20-х даже я не думаю, потому что у меня катушка слабая. Только минимальные бойлы. А вообще в идеале лучше бы просто ловить на кукурузу. Но я хочу именно хотя бы уже так именно попробовать. 50 штук, 100 штук возьму. Вот. Теперь нам нужно кукуруза. Кукуруза у нас будет желтая, обычная. Не сочная, а желтая. Возьмем сразу 150 штук, думаю, хватит. И дип. Терпкий персик. Вот. 100 штук, думаю, хватит. Вот. Что по поводу прикорма. У нас есть 3 добавки. Есть аромка. Сразу берем аромку. Она только в 5, в количестве 5 штук продается. Персика возьмем. Блин. Вот этот вопрос, кстати. Давайте сначала 3 штуки возьмем. По 3 штучки добавок. 1, 2, 3. И здесь тоже. 1, 2, 3. И возьмем сливу, добавку. Сливка, слива, слива, добавка. Слива, слива. Вот она. Она единственная существует. Слива. Тоже. 1, 2, 3. И теперь нам осталось, получается, купить эту основу. Это будет молотая кукуруза у нас. Молотая кукуруза. Покажу сейчас все прям без перемотки. Прям чтобы вы понимали, как вообще примерно я буду делать дальше прикорм. Я возьму сразу 10 порций, потому что кукуруза реально, она постоянно нужна. Вот. Теперь просто заходим вен, прикорм, сухая смесь, молотая кукуруза. И добавляем наши 3 персика. Персик. Персик. И персик. Есть. И сюда сливу. Можно подробить бойлой, но я даже не знаю, могу ли я сейчас этим заниматься. Или нет. А ну-ка, если я нажму прикорм. Дробленые бойлы. Мне, во-первых, нужно машинку купить. Она реально дорогая. Мне даже денег нет на это. Поэтому удовольствоваться тем, что имеем. Сухая смесь. Слива, слива, слива. И аромко персиковый карамель. Карамельный персик. Здесь берем название. Нажимаем и нажимаем. И готовим. Сразу 3 штуки сделаем. Вот. Наша тарелка. Есть. Вторую берем. Делаем. И берем. Делаем. Конечно же и третью. Потом посмотрим, если будет клево хороший. Вернемся. Еще купим. И еще. Вот. Теперь мы отправляемся на медвежку. По-моему, я все купил уже. У меня все есть. И попробуем половить. Отправлять на медвежи впервые в нашей. В нашем сериале. И так. Вот я приехал сюда. Значит, смотрите, друзья. Сразу купим карту, чтобы вы понимали вообще, где я буду находиться. Здесь где-то есть администрация. Вот. Карта стоит 9 монет уже. Господи. Так. Проверим. Да. Все есть. Значит, друзья. В этой серии я хочу попробовать половить 2 часа по часику на разных точках. И понять вообще, что, вообще да как. И по поводу прокачки донки. Начинал я эту серию до счастливого часа. У меня было 83. Сейчас 83,9. То есть, 1% за счастливый час на обычных, мать его, ершах и окунях я качнул. Потому что я ловлю постоянно разную рыбу. Полчасика ерша, полчасика окуня. Потом бы я пошел бы, ловил бы полчасика леща. Но теперь у нас доступна карповая сборка. Надеюсь, хвостов будет немало. Иду на стандартную точку 55-32. Кто знает, тот знает. Кто не знает, тот сейчас узнает. Вот она находится вот здесь. Вот 55-31. Берем наши карповики. Ставим быстрый слот. Раз. Персей 2 и Персей 3. Сейчас я их соберу, то не до собрал еще. Итак, вот 3 палки я собрал своих. Это получается. Господи, мне на втором окне другой аккаунт работает. Это. Собрал я 3 сборки. Сейчас вам покажу еще раз. Это у меня спец под руках держу. Смотрите. Вот такая вот у меня будет сборка. Персик, Персик, Персик. 2 кукурузы. Монтаж. Бойл плюс 2 кукурузы. Оснастка. Поп-ап. Везде 3 сборки я собрал именно одинаковых. Теперь что по поводу спода. Как будем кормить карпа. Я не покупал ни других катушек. Я забыл уже. Я снял просто своих соренто. Катушку Spark возьму. Наш флюрик, который мы леща ловили. Прикормочная ракета, которую мы купили. И теперь сухая прикормочная смесь, которую мы с вами наделали. Нажимаем, выбираем, взять в руки. Здесь, друзья, на этих палках, на карповиках, я буду ловить на 17 клипсе. Давайте посмотрим. Длина моего спода 3,9. А сколько же длина, интересно, наших палок? 3,4. Они немножко короче. Поэтому я буду на этом споде ставить не 17 клипсу, а 16. Потому что у меня сподовое удилище длиннее. Здесь, друзья, клипса отсчитываются от кончика удилища. Сейчас многие сразу скажут, корж, ты че гонишь? Нет, друзья. Уже много тестов проведено было. И мной, и другими стримерами клипса идет от кончика удилища. У меня палка немножко длиннее. Поэтому я поставлю 16 клипсу. Просто подхожу так же примерно, куда я буду забрасывать. Ориентир выбираю. У меня вот это будет, вот получается, вот этот вот уголочек. В него целюсь и забрасываю на 17 клипсе прикорм. В клипсу четенько ударилось, отлично. Давайте еще один, еще одну ракету кинем для начала. Туда же. Да, спарк, конечно, выматывает полчаса. И еще на 16 клипсе. Да, летит, конечно, капец криво, блин. Нужно будет потом сориентироваться, что немножко нужно будет как-то кидать правее немножечко мои палки. Все, спод убираем. Берем наше удилище и забрасываем на 17 клипсе. Я уже поставил клипсу. Блин. Давайте сразу очки вложим в карповик. Где наш карповик? Вот он. Нет, это не он. А где он? Вот он. Вот. Смотрите, друзья. Дальность и точность заброса. То есть мы будем точнее кидать. И самое главное здесь это контроль рыбы. Наша катушка и так пипец такая слабая. Нам контроль рыбы обязателен. Поэтому влаживаем сколько можем. Потом апнем уровень. Доложим уже. Пока одного очка у нас не хватает. Но хотя бы это. Нужно перезабросить. Хотя... А, почти клюнуло уже. Скорость сразу побольше ставим. Нужно понять вообще, друзья, с какой усилием. Нужно создать, чтобы кидать до снаста клипса. Это слишком сильно. Да твою мать! Как ее кидать? Я не знаю. Блин. Все, все, друзья, на ваших глазах. Все на ваших глазах. Твою мать! Да, здесь зацепы постоянно. Просто в холостую лучше не это. Как говорится. Не доставайте палки. Но здесь в принципе должно быстро отцепиться. Да твою мать! О, отцепилась, господи! Хорошо. Давайте попробуем три четверти начислить. О! Идеально! Хорош! Раз. Вторую палочку. Два. И третью палочку. Три. Итак, друзья, повторяю. У меня удилище 20 килограмм. Адриатика фрикцион 9 килограмм. Но механизм 14. Я буду стараться подклинивать иногда. Половим один часик. Посмотрим вообще по износу, что будет, не будет. Посмотрим по хвостам, что будет. Какие были самые крупные. И вообще, реально ли это. Поэтому встретимся с вами ровно через час. А, и кстати, по поводу спода. Через полчаса реального времени, я опять еще одну ракету буду бросать туда, примерно, куда падают мои крючки с моей наживкой, с моими бойлами. То есть, примерно на один час у меня будут уходить 30 порций. Две, ну то есть, получается, две ракеты по 10 порций. То есть, 20 порций. В самом начале и через полчаса еще 10 порций. 30 порций. За один приход я делаю 60, получается. Тарелка полная. Если все клеточки забиты, 60. Ну, надеюсь, это такое простое, что вы должны понимать. Убираем его и просто ждем через... Опа, вот уже и наш хвостик. Так, фрикцион затягиваем. На 29. Аккуратненько, друзья. На 29 затянули и колесико больше не трогаем. Итак, друзья. Первый наш карп на наше карповое удилище. Повторю, я ловлю на Адриатику. Это жесть. Ну да, клев есть. Это хорошо. Итак, карпинский. Новое достижение тяжелой артиллерии. Хорошо. Опять забрасываем и погнал я. Значит, смотрите, друзья. В чем прикол ловить на медвежке? У меня сейчас находится здесь 225 метров. Меня, получается, размотало на половину шпули. Это здесь видно. Но фишка в том, что рыба дальше, чем 100 метров или сколько здесь, я не знаю, расстояния, уйти не может. Поэтому здесь размот полный. Просто, в принципе, невозможен. Вот. Меня разматывают, как дикую собаку. Я не знаю, что там будет. Я уже минут 10 с ней борюсь. Короче, разматывают просто в ухнаре. Фрикцион уже нахрен стертый. 5% стерло. Я не знаю, что там сидит. Наверное, Амур какой-нибудь притрофный. Будем доставать. Сейчас покажу вам, что там будет. Ну, я надеюсь, вы поняли, что на медвежке невозможно, чтобы вас размотало. И вы, если будете правильно все делать, не будете фрикцион в клин ставить, то вас не сломает. Ничего не сломает никогда. Поэтому на медвежке, на триатике можно ловить. Смотря, конечно, сколько будет фрикцион в ремонте стоит. Но вот мы это увидим позже. Сейчас покажу вам, что тут за рыба была. Если я вытащу ее. Значит, вот, что я говорил по поводу клина. Смотрите, друзья. Когда я сейчас достаю уже мертвое тело. Слышите, фрикцион меня стравливает. Слышите? Вот клин, смотрите. Оп. Все, в клине держу на реакции. Тупо. Видите? Теперь фрикцион не разматывает. Нужно быть на реакции, потому что борьет моментально. Отпуская фрикцион, слышите, трещит. То есть он стравливает немножко. В клине не стравливает. Я именно говорил про это. Я не говорил то, что когда у меня будет дикий просто размот, я буду сразу в клин пускать его. Нет, оборвет тоже моментально. Но именно в таких случаях, когда вот на шифте тащу, у меня фрикцион стравливает. Потому что он даже, эта катушка, даже бездыханное тело не может дотянуть без стравливания фрикциона. Здесь помогает подклинивание. Именно об этом я говорил. Друзья, не значит, что если у вас вентилятор рубит, как турбина, в клинки дайте, нет. И так, сейчас достану. И так, друзья, вот это скотина меня разматывала. Минут 15, наверное. Не, меньше, меньше. Но все равно было неприятно. Сколько здесь, как вы думаете? Блин, надо садочеку пацаку пить подлиннее. Я не достану его. Ух ты, блин, ни хрена себе. Ни хрена себе. Была бы чешуя, блин, притров был бы уже. И так, сколько она меня там фрикциона сожрала, блин? 6 процентов. Но это уже вторая рыба такая крупная, которая здесь была, блин. Ладно, пошел и дальше ловить. Да, и еще, видите, где я достал ее? Вот, вот тут буквально. Видите, где я нахожусь? А я вообще стою вот здесь вот. То есть, не стесняйтесь ножками походить за рыбкой. Потому что, если бы я здесь стоял бы, пока ее отсюда притянул бы, блин, полчаса прошло бы. Я потихонечку пошел за ней. И вот здесь ее хапнул. Поэтому не стесняемся, ходим ножками тоже. Помогаем за рыбкой. Ничего не случится. Так, друзья. Ну что, постоял я полтора часа. Рыба есть. Значит, по хвостам у нас максимальный вес был 19, 13, 12. Что по износу? Во-первых, первая палка, которую я так что вам показывал, фрикцион 6,2 изношен. Механизм на 1. Так, ага, 6%. Господи. Так, на второй палке фрик 1,7. Механизм 0,5. На третьей палке у нас фрикцион 2,5 и 0,6. Да, вот эта палка как же пострадала. Здесь 6% износ, но здесь мы вытащили практически притров чешуи, если бы это она была бы. Вот он, 19 килограмм. Постояла полтора часа на этой точке. Теперь я сделаю перерыв у себя в реале. И потом пойду уже на 55, 63 вот сюда. Вот. Вот так вот буду забрасывать. На 22 клипсе я вам покажу. Давайте посмотрим примерно, есть ли хоть какие-нибудь выгодные эти продажи сейчас у меня. Будут ли у меня деньги какие-нибудь или нет. Друзья, извините, я заболел. У меня голос, возможно, вообще некачественный сейчас будет. Хотя я сам по себе некачественный. Так, рыбный рынок, полтора часа 262 монеты. Господи. Ну за час бы вышло монет на 200. Ну да, что-то это слабовато, слабовато. Адриатики, конечно, не особо справляются. Размоты дикие. Но скажу так, что возможно можно было попробовать половить без бойла на кукурузу. Больше было бы средних хвостов, более мелких. Но их было бы больше. Но я говорю, но повторюсь, что я на карпа приехал не для фарма. Вообще на карпах не фармят, чтобы вы понимали. А только для того, чтобы как бы сделать разнообразие рыбы. За один час накапнуло всего лишь 0,1%. Теперь у меня 84%. Я половлю еще здесь карпа, там карпа. Посмотрю по деньгам. Потом пойду ловить леща, ерша, окуня опять. Потом опять за карпом вернусь. Потом куплю себе уже пикеры. Вот они. И с ловли пикером. Очки если влаживать не буду, я даже на основе их не влаживал. И еще какая проблема. У меня заканчивается чай, по-моему. Даже дело не в чае. Когда тянешь крупную рыбу, вот он, 16 штук осталось. Когда тянешь крупную рыбу, энергия проседает очень сильно. И чаем восстанавливать ее вообще нереально. Нужно еще нам поднакопить на турку и наделать кофе. Благо у нас Волхов открытый. Там, если что, кофе купим. Хотя лучше, конечно, покупать продукты на строге. Поэтому я делаю прерыв и вернусь к вам через час. Я погнал. Итак, я переместился на эту точку. Как я и говорил, стою на 55-63. Нахожусь я вот здесь, вот на карте. Клипса здесь 21. Вот. Я еще даже не успел закормиться, друзья. Уже что-то клюет. Представляете, какой хороший клев должен быть у нас в принципе. Начинается. Размот за размотом, блин. Размот за размотом. Клинить, конечно, здесь вообще опасно. Блин, вообще жесть. Вот. Стою часик. Смотрим, что произойдет. И уже будем потом уже делать какие-то выводы или итоги. Или может быть серию закончу. Не знаю. Короче, ждем. Ждем часик. Через часик к вам вернусь. Вот что я и говорил. Энергии вообще нету. Видите вообще? Смотрите, он не крутит ее в принципе. Он ее не крутит вообще. Смотрите. Смотрите. Он не крутит ее. Чай я попью, конечно, но толку нету. Он не крутит ни хрена и все. Нужно по-любому кофе. Кофе нужно по-любому бодяжить. Опять сел какой-то бычара. Блин, опять мой фрикцион. Насилы, как не знаю кто. Что с ним делать, не знаю. Но буду вытягивать. Сейчас покажу вам, кто там был. Ужас. Еле вытащил, друзья. Еле вытащил. Беда в том, что до сих пор садка... О, господи. Подсака нету нормального человеческого. Не знаю. Это не трофейный килограмм. Под больше 20. Это точно. Мне нужно купить подсак. Он не достает. Он вообще. Личный рекорд. Самая большая поймана рыба. Друзья, 20, мать его, килограмм. На Адриатику. На Адриатику. Когда он меня клюнул. Смотрите. Ровно в полночь. Сейчас у нас 5 часов. Это получается за 12 минут вытащил. За 12 минут я вытащил карпана 20 килограмм, друзья. Но это была ошибка. Лучше не ловить с бойлом. Я манал. Не хочу. С бойлом я ловить не буду. Потому что такие размоты, блин, по 12 минут. Ну, вы к черту, блин. Так у меня фрикцион скоро вообще сгорит. К чертям собачьим, блин. И по поводу энергии. Видите, до сих пор энергия даже не остановилась. Поэтому кто спрашивает, что лучше, кофе или чай? Ответ очевиден. Конечно же, кофе. Чай до сих пор энергию не восстановил. Все. Теперь я точно на кукурузе буду стоять. Сейчас бойло поубираю. И встретимся с вами, когда конец будет часа моего. Так, ну что, друзья. Вот и закончилось мое знакомство с Карпова Ловли на этом аккаунте. Давайте посмотрим на результаты. Значит, вот она. Так, подожди. Где тут эта буханка? Где стоит? Что-то заблудился. Где-то там, походу. А, вот она. Здравствуйте. Значит, отловился я этот час. Может быть, даже меньше. Потому что у меня кончилась кукуруза. Просто закончилась. Все. 150 штук улетело в нихера. Да, ровно 56 минут постоял. Я выбираю. Ну, вот это уже поприятнее будет. Это уже поприятнее. 300 монет вышло, друзья. 300 монет. А за те полтора часа у меня вышло 262 монеты. Суммарно у нас вышло, ну, примерно за 2 с копейками часов, 548 монет. Что, в принципе, друзья, мне кажется, нормально. По массе был самый большой. 2400, 19, 13 и тому подобное. Выбираем, продаем, не стесняемся. Смотрим на наше удилище. Значит, наши катушки, вернее, даже. Что у нас получается по износу получилось. Палки я ставил там, на берегу, короче. Значит, первая катушка. Фрикцион 3,2. На механизм сейчас можно, в принципе, не смотреть. Он не особо нам будет влиять. Даже когда он будет изножен на 20%, это особо нам... Но 20%-то, да, многовато уже, наверное, будет. Ну, не знаю. Я еще не считал, если честно. Значит, здесь фрикцион вполне хороший, играбельный. Все хорошо. Вторая палка. Фрикцион смотрим. 4,9. Ну, в принципе, норм. Такой бы мне износ был. В принципе, понравился бы. Я простоял 2 часа с дикими размотами. 5% износа. Я буду же фрикцион менять, когда будет 15%. То есть, в принципе, 6 часов с копейками можно на одном фрикционе отлавливаться. 6 часов, это получается, у нас будет где-то полторуха серебра. Полторуха. Сколько фрикцион стоит ремонт? Я не знаю. Мы это узнаем уже в следующей серии. И самый, конечно, пострадавший фрикцион, это у нас получается вот этот. Вот 7,3. Еще один раз такой размот, и мне нужно будет катушку уже ремонтировать. Она уже будет неиграбельная. Будут дичайшие размоты. Тормоза не будет. Ну, 15-20. Примерно такой диапазон. На всех катушках я бы ремонтировал бы фрикцион. Вот. Ну, примерно вот такие вот у нас дела. И еще есть минус 1 в карповой ловле. Это то, что у нас... Смотрите, друзья. Я пришел, у меня было 22,5 уровня. Сейчас у меня уже почти 23. Для кого-то, конечно, это плюс, для меня это минус. Потому что я бы хотел закончить ПВА максимально с минимальным уровнем. Как бы это странно ни звучало. Я полуровня апнул за 2 часа, друзья. Это слишком быстро. Потому что у меня, во-первых, карповик. Он дает бонус к опыту. Карпы дают опыта много. И поэтому счастливый час на карпах я никогда не буду сбивать. Возможно, зарекаться не буду. Вот. Что у нас по сообщениям? Сообщение кто-то пишет, что у нас, подонки. Начал я ловить, короче, получается, сегодня 83% было. Потом 0,9 мы апнули на ершах и на кунях. И на карпах я апнул всего лишь 0,3%. 0,3%. Поэтому тупо ловить 1 карпа это тупо. Нужно ловить разную рыбу. Поэтому следующий день, завтра мой реально, я начну со счастливого часа на ершах. Или, возможно, на лещах. Потому что леща я сегодня не ловил. Потом обратно вернусь к карпам. Друзья, вот это воскресенье. В это воскресенье эта серия выйдет, получается, у нас в... В... Когда? В четверг? В четверг. В воскресенье я буду играть на аккаунте... Ой, вернее, на стриме. На этом аккаунте. Потому что там будет просто рутина. Поэтому, если желание, приходите. Если у вас нет возможности прийти на стрим. Стримы у меня примерно проходят в 21.00 по Москве. Я потом в следующей серии уже, конечно же, все расскажу. Объясню, что же происходило или не происходило. Потому что там будет уже именно рутина. Пока мы что-нибудь новое себе не купим, не накопим каких-нибудь денег. Потому что я хочу еще и кофе купить, и пикеры, и все остальное. Поэтому, если что, приходите. Все, друзья, на этом я заканчиваю эту серию. Вот такая у нас получилась серия. Сборки купили и даже карпа половили. В принципе, мне все устраивает. Но, друзья, скажу сразу, судьбу не наедуришь. Процентов 80 или... Нет, процентов, наверное, 50. Не, наверное, все-таки меньше. Но, короче, много денег будет уходить на ремонт катушек. Просто, как бы, получается, или бы я накопил бы на титаны, ремонтировал бы их реже, или я купил сразу адриатики, но деньги все равно буду влаживать в них обратно. Потому что нужно будет ремонтировать фрикцион. Судьбу не надуришь, друзья. На адриатиках вы карпа ловить не сможете. Максимум на кукурузу раз там в день прийти, частик половить, так чисто кайфануть, получить какой-нибудь адреналин, размотики и уходить. На постоянке, на адриатиках ловить невозможно. Друзья, это не аккаунт с нуля. Это именно челлендж для меня. Все, что я делаю, все неправильно. Это просто наблюдайте, просто смейтесь. И, не знаю, может быть, какие-то все-таки секретики какие-нибудь. Я повествую, а вы это все запоминаете себе. Вот, друзья, все. На сегодня все. Жду вас уже в восьмой, мать его, серии. Надеюсь, там будет тоже что-нибудь интересное. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok